Олимпиада в Пекине 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 Свои медали Андрей выиграл и на этом республиканском первенстве. Чем был очень доволен. А вот на татами уже юные спортсмены 8-9 лет. Выявляют сильнейших в поединках и в разделе ката. Выполнять комплекс стараются четко. Все согласно правил. Они выбрали этот вид единоборства по собственному желанию. Так, чтобы после выступления не было слез и обид. Надо быть, чтобы все было. Стойки, техника, киаи. И тогда ты получишь первое место. А ты хочешь первое место? Конечно, Люк. Все хотят первое место. А были у тебя первые места? Много уже были. Три шесть медалей первых. Которые постоянно выигрывают соревнования. И ты таким же будешь? Да. А какая мечта заветная? Что выиграть хочешь? На соревнования мира поехать. Турнир один. Задачи разные. Совсем юные атлеты набираются опыта. И учатся преодолевать свой страх на первых для них крупных соревнованиях. Взрослые же ребята готовятся к важным стартам. Это отборочные к всероссийским соревнованиям, которые будут в начале марта в Новочебоксарске. В Новочебоксарске будут всероссийские соревнования. И сразу же с них команда уезжает на Пенсионный чемпионат мира, который будет в Суздаль проводиться. Поедут на мировой форум в Суздаль шесть спортсменов из Удмуртии. И среди них Дмитрий Бахмутов. Говорит, будет бороться там только за золото. На мире моя задача выйти и первым стать, потому что прошлый мир у меня был второе место. Этот сезон удачно складывался чемпионат России первое. Кубок России первое. Всероссийский первый участок. Задача чемпионата мира первая. Всего в турнире приняли участие около трехсот ребят. Не только из Удмуртии, но и Башкортостана, Татарстана, Екатеринбурга, Нижнего Тагила. Фаворитами были местные атлеты. В этом же зале прошли еще одни соревнования. Межрегиональные по косике каратэ. Этот вид не так давно развивается у нас в республике, но приверженцев у него уже много. Наставники знакомят юных спортсменов, а также их родителей с этим направлением вот уже три года. Есть успехи, пока небольшие, но это ведь только начало. Суть – это универсальная система правил, позволяющая всевозможным стилям и школам каратэ пробовать свои силы, то есть в полноконтактном поединке. Сейчас готовимся к Кубку России, который будет в Челябинске в апреле. Готовимся к Кубку Урала. Мы очень плотно сотрудничаем с Уральским регионом, потому что косики каратэ в Удмуртии не так сильно развиты. Мы его развиваем активно уже третий год. Приглашаем в сотрудничество другие клубы нашего города и нашей республики. Сколько ребят сегодня занимаются? 120 человек. Какие есть успехи? Мы многократные призеры всероссийских турниров. Все участники турнира по косике каратэ показали хорошую физподготовку и желание бороться до последнего. Соревновались и конькобежцы в Удмуртии. На стадионе «Зенит» состоялся республиканский турнир на призы чемпиона мира Владимира Иванова. Для участников турнира награды – заветная мечта. И вполне осуществимая, уверены они, нужно лишь заниматься серьезно. На тренировках и соревнованиях выкладываться, не жалея себя. Тогда и результат будет. И он был на этом старте. Большинство ребят улучшили свои рекорды. Владимир Иванов рад. На этом все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова